Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова улетела на остров любви. Она сменит Ольгу Орлову. Сергей Кучеров будет ждать её на поляне. Виталий Малышев переживает из-за ухода Алисы Литинской. Он понял, что любит её и хочет даже покинуть проект. Друзья на поляне его отговаривают. Сергей Захарьяш находится в отпуске. Перед его уходом он помирился с Лилией Четрару. Сейчас ребята постоянно на связи, они переписываются и созваниваются. На остров любви отправились три человека. Это Арай Чабанян, Таня Графова и Андрей Сухин. Катя Кузнецова вернулась в Москву. Девушка не видит на поляне никого, с кем можно было построить отношения. Недавно побывавший на проекте Николай Должанский сделал громкое заявление об отцовстве ребёнка Оли Рапунцель. «Мы были счастливы с Ольгой Эдуардовной», – говорит он. «Мы обсуждали, чей всё-таки ребёнок у Рапунцель. Мы пришли к выводу, что ребёнок мой». Андрей Черкасов продаёт щенков Мони. Стоимость такого пушистого друга – 60 тысяч рублей. Елену Бушину высмеяли в сети за необычный наряд. Лена не выдержала критических замечаний. «Ну что, мымры», – пишет она, – «у вас в курином мозгу не укладывается, что можно носить бордовые колготы. Идиотины, вы ещё размер моей ноги обсудите». На Диму Дмитренко подаёт в суд московский фотограф. Девушка провела ему фотосессию за рекламу. В итоге Дима стал публиковать фотографии, не указывая авторства. На звонки и сообщения он не отвечал. Курбан Амаров купил новый автомобиль за 2 миллиона. Такие машины перестали выпускать в 2008 году. Он планирует восстановить и усовершенствовать это авто. Ольга Бузова согласилась пойти на свидание с Ромой Гриценко. Рома, к сожалению, не смог ответить на вопрос Бузовой, как он видит их совместное будущее. Но, тем не менее, поцелуй в щёку от ведущей он заслужил. Стали известны расценки на новогодние выступления Ольги Бузовой. 45-минутный сет Ольги в качестве певицы стоит 800 тысяч. А если заказать Бузову как ведущую, то эта услуга обойдётся в полтора миллиона рублей. Директор Бузовой рассказал, что у неё нет проблем с заказами и расценки на её услуги только растут. Саша Чернов в последнее время шокирует зрителей своим поведением. И недавно с ней произошёл ещё один неприятный случай. Саша находилась в постели вместе с Осифом Аганесяном. В какой-то момент пьяный парень разозлился и выгнал её. Когда Черно бежала, она что-то выронила из своих трусов и находку она запустила прямо в лицо Аганесяну. Захар Соленко и Лера Фрост делятся снимками с недавней фотосессии. «Ты можешь всё, — сказал я себе однажды, — пишет Захар. — Так и живу с этим девизом по сей день». На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.